Это размер внешнего долга Греции. А столько фондовые рынки Китая потеряли менее чем за месяц. Это в 10 раз больше ВВП Греции. Экономический обозреватель BBC Роберт Пестон назвал это финансовым обвалом. Так почему же это произошло? В последнее время китайский фондовый рынок рос быстрыми темпами. Основной индекс шанхайской биржи вырос на 150%. Инвесторы брали кредиты, чтобы покупать акции. Но потом им приходилось продавать свои акции, чтобы вернуть долги. Но ведь колебания цен на акции – это обычное дело. Да, это действительно так. Но этот кризис ударил по миллионам частных инвесторов. По рабочим семьям, которые потратили свои сбережения на покупку акций и облигаций. Китайские власти пытаются остановить падение фондовых площадок, поэтому они ввели ограничения на продажу акций. Эти ограничения помогли немного стабилизировать рынок, но миллионы китайцев все еще подсчитывают потери. Продолжение следует... Продолжение следует...